Компании «Шериф» сегодня 27 лет. «Шериф» платит больше всех налогов, дает больше всех рабочих мест, запускает инновационные производства и помогает стране. Сейчас на деньги компании борются с коронавирусом, строят дороги, выдают премии бюджетникам и запускают фонтаны. Почему «Шериф» это гораздо больше, чем супермаркеты и футбольный клуб? Об этом наш материал. Дорога на передовую. В маске и за защитным экраном врачи уходят в красную зону. Мы готовы идти в правую зону. По видеосвязи коридоры нового корпуса хирургии, который за свои деньги для страны построила компания «Шериф». Корпус открыли и сразу отдали под госпиталь. Какое-то время заболевшие хотели попасть на лечение именно сюда. Здесь новые палаты, кондиционеры, душ и Wi-Fi. «Шериф» финансировал и сам еще и строил, потратил около 3 миллионов долларов. Вот палата, это стану удел. Тут все, что нужно. Ну, как-то грамм в коридоре душевая комната. В середине апреля в Тирасполе заработала своя ковид-лаборатория. Запустить ее помогла компания «Шериф». На приобретение оборудования и расходных материалов фирма выделила более миллиона 700 тысяч рублей. Закупила 5 тысяч тестов для точного исследования. Тогда же «Шериф» перечислил деньги на премии тем, кто рискует больше других. Сначала 10 миллионов рублей, потом еще 5. Медики и сотрудники правоохранительных органов несколько месяцев получали надбавки от 500 до 1000 рублей. Еще раньше, благодаря «Шерифу» в Приднестровье наладили два дефицитных производства. На «Тиротексе» стали шить медицинские маски. На «Квинте» разливать по бутылкам, сделанным, кстати, на пивзаводе «Шериф», литровые антисептики. Улица Карла Липнихта, она же Люкинштрассе, еще недавно одна из самых нелюбимых у водителей, становится образцовой. Последние три года средний ремонт в городе делают за счет компании. «Шериф» платит за дороги по миллиону долларов в год. На эти деньги с 2018-го в Тирасполе сделали все основные улицы. Дорожники считают в квадратных метрах 120 тысяч квадратов за три года или больше 12 километров дорог. Компания «Шериф» выделяет деньги на средний ремонт. Конкретно средний ремонт с полным заменой покрытия, заменой бортовой линии, изменением какой-то конфигурации улиц и на основные магистрали. Опять же, учитывая наличие соцобъектов, количество проезжаемого транспорта и наличие общественного транспорта. Теперь проехать из одного конца города в другой можно по новому асфальту. В прошлом году была глобальная стройка. На въезде в город со стороны Бендер сейчас цель – сделать проблемную улицу Карла Липнихта. Такого строительства, как сейчас, не было за всю историю города. Новые дороги ведут в центр, к поющему фонтану и Екатерининскому парку. Часть денег на это тоже дала компания «Шериф». Теперь фонтан – место вечернего променада. Столько людей в одном месте в Тирасполе, разве что на массовых праздниках. За 27 лет «Шериф» вложил деньги в проекты из самых разных сфер жизни Приднестровья. «Тиротекс» – это крупнейшее в Европе предприятие, которое делает ткани из хлопка. В его модернизацию «Шериф» вложил 170 миллионов долларов. «Акватир» – уникальная рыбная ферма. Приднестровье – производитель осетрины и черной икры. Комбинат хлебопродуктов – поля в Григориопольском районе. Здесь удалось восстановить мелиорацию. Засуха в 2019 и 2020 показала, как это важно. Несколько лет назад «Шериф» открыл собственную пивоварню, где сварили пиво по чешским рецептам, а напитки завода «Квинт» привозят медали со всего мира. Наши вина и коньяки признают лучшими в мире. Их знают на всех континентах. После того, как «Шериф» восстановил виноградники «Квинта» и производство «Тиротекса» и то, и другое бренды. По ним судят о Приднестровье. А заодно, кстати, приезжать в Приднестровье там просто хорошо. И черная икра есть. Кроме своих предприятий «Шериф» помогает далеко не только своим сотрудникам. Три года назад компания погасила долги государства перед бюджетниками. Деньги, чтобы вернуть людям те самые 30% дала компания. В 2017-м ММЗ был на грани закрытия. И с огромными долгами «Шериф» согласовал выделение кредита в 23 миллиона долларов на закупку сырья, на запуск предприятия. Самое важное предприятие Рыбнинского района работает, хотя все шло к тому, что ММЗ должен был остановиться. Начало июня. Из-за карантина пенсионеры получают пасхальные подарки позже обычного. Продуктовые наборы компания «Шериф» раздает всем пенсионерам традиционно дважды в год, перед Пасхой и на Новый год. Цифры впечатляют. Чтобы привезти продукты всем пенсионерам на один раз, нужно 96-20 тонных грузовиков. За пять лет колонны из фур с продуктами растянулось бы на 15 километров. Некоторые одинокие старики уже несколько лет вообще не покупают крупы и сахар. Того, что в пакетах с шерифовской помощью хватает на много месяцев – от Пасхи до Нового года. Очень большая помощь, спасибо, кто побеспокоился за нас, пенсионеров. Это пенсия малая. И так спасибо, шериф везде помогает. Компания «Шериф» поощряет выдающуюся молодежь деньгами. Каждый месяц стипендию 150 долларов получают успешные студенты. Все эти акции и помощи людям называются «Ты нам нужен!». Так шериф построил и почти 15 лет содержит детский дом в Террасполе. Каждый год на содержание детского дома у шерифа уходит 11,5 миллионов рублей. Это деньги, которые сэкономил городской бюджет. Это здание типичного детского сада. А чем оно отличается? Что-то достраивали? Достраивалось и очень много достраивалось. Была большая реконструкция. Шериф помогает детским домам и интернатам. На 1 июня раздает детям мороженое, на 9 мая – подарки ветеранам. Обучает детей футболу и дает возможность каждому заниматься спортом. Шериф – это торговля, производство, сельское хозяйство, спорт, меценатство. Сколько всего сделано за 27 лет, сложно даже подсчитать. Но там, где шериф, все всегда получается с приставкой «Самый». И все это у нас в Приднестровье. Денис Мартыненко, ТСВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова